всем доброе осеннее утро у нас в нем такая моросячка 11 часов я проснулась 8 40 из-за своего невроза не смогла спать пришла на кухню буду завтракать сделал себе такие вкусные греночки смотрите с яйцом в последнее время обожаю такие гренки на десерт у меня будет яблоко и здесь у меня черный чай с лимоном на этот раз заварила коллекция чаев все я буду завтракать всем приятного аппетита как вам такая типичная осенняя погода пошел дождь была моросячка сейчас вообще-то полил не скажу ливень но дождь усилился о запахло осенью я Юле говорю а скоро пойдет снег скоро пойдет снег да но пока у нас идет дождь и кто любитель ходить по грибы для них прекрасная новость будет много грибов вчера приходили мои знакомые ходили за грибами стоя что понаходили свою кучу грибов и и чем же можно заняться в такой прекрасный дождливый день конечно же смотреть сериалы есть допить вот я позавтракала поставила стирку вчера кстати взяла свою рабочую одежду постирать и не нашлось мне место в пакете кстати мне показалось что я вчера купила буду показывать не буду сейчас посмотрю купила куриную грудку хочу сделать лов на счет составу продукты покажу вам и это и жилетку уже взяла в руки и в такси было темно мы на такси едем домой с работы от предприятия единственный бонус да кто вот до 90 часов остается работать то что потом не уехать ничем домой с нашего прекрасного района и получается я забыла эту жилетку в такси так вылетала я зашла короче в домофон открыла все стало поднимать думаю я забыла жилетку и побежала затем такси бежала до конца дома но он по глазам и уехал я уже позвонила это администратор чтобы забрала мою жилетку она даже не видела потому что темно будет хорошо что позвонила так бы осталась та жилетка в такси представляете там внизу потому что темно жилетка серая и не видно вот я сейчас ей позвонила привезла ли она на работу я уже поставила стирку со своей рубашкой и такое у нас еще есть фартушок да а жилетку значит автор пойду заберу и надо бы тоже хотя там она уже повалялась еще по полу то такое себе одевать грязную жилетку и читаю ваши комментарии и офигеваю и офигеваю ну вот как всегда но вот у меня самые умные зрители вот все про все знают а ты ира сиди и не и не рыпайся и не развивайся и никуда не лезть какой с тебя агит до нормальный гид должен иметь историческое образование или еще какое-нибудь гуманитарное какие-то интересные вещи рассказывать мы готовы ему заплатить 200 300 евро да а за 20 евро нам нужна такая это вот экскурсия где человек будет просто рассказывать анекдоты уважаемые мои а вы не подумали о таких как ира у которых нет 200 300 евро заплатить за экскурсию за супер профессионального гида да но не готовы заплатить 10 20 евро чтобы человек просто не показал город вот например вы приезжаете в город и вы не знаете как по нему как сказать маневрировать ориентироваться где что находится какая станция метро как лучше доехать как добраться что посмотреть а человек этом городе живет и вас просто как вот гид проводит и ориентирует и показывает самые интересные места и что это не готовы заплатить 20 евро пускай него не будет высшего исторического образования пускай вам не раз не расскажет какие-то исторические факты но он вам покажет город это тоже туристический гид называется представляете это тоже и есть люди которые с таким вот низким достатком и хотят посмотреть город еще раз говорю не и у них нет 200 300 евро я не готов заплатить 20 евро чтобы человеком просто вот показал город ознакомил с города представляете и такое может быть всегда были богатые бедные если у вас такой прекрасный достаток вы можете себе оплатить такую слугу то есть такие как иран еще раз говорю которые тоже хотят посмотреть город но у них нет таких денег и они готовы заплатить 20 евро да а я готова заработать и 20 евро так что никогда не унижайте другого человека это вас никак не возвышает а даже я бы сказала наоборот унижает поэтому поэтому уважаем друг друга любим ценим и относимся с любовью и я вчера помыла вечером волосы и они такие у меня все кучерявые кучерявые не укладываются челка такая торчит рада стороны думаю что делать добыла вот такую гулю гулю еще хотела комментировать работу в торговле в принципе мне нравится работа в торговле и нравится это пиканье по кассе вот многих это раздражает я слышала от покупателей даже такое мне нравится что тем самым уходит товар с магазина то есть я продаю товар люди покупают этот товар он им нравится он им приятен они хотят его употреблять съесть получить удовольствие да мне нравится пикать товар по кассе и чтобы люди покупали уходить довольны с покупкой мне это нравится делать что мне не нравится это постоянная музыка в магазине она громко играет и постоянно реклама одна и та же это конечно жуть постоянно на мозги какую-то музыку включу такую что оба что знаете это это должен все слушать это же тоже дополнительный шум мало того что люди со своей энергетикой оборудование работает шумит так еще тут музыка и еще обстановка в коллективе да где сейчас полный ассурбур все против все друг с другом не дружат не все но есть такие моменты что у нас реально такая обстановка в коллективе напряженная и корица не да не 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 добавляет позитива и радости жизни да где ты приходишь на работу чтобы заработать денег ты приходишь на работу чтобы выжить выжить от покупателей и выжить от начальства потому что стресс со всех сторон и как правильно написала анна что если постоянно в дефицитах вот то что тебя какая-то личная идет трагедия не трагедия какие-то личные переживания да например личная история не лазит с мужем а тут еще и на работе такой говорю я пришла я сначала как бы не влазила вот в эти все разборки дело свою работу но мне вольно не приседали на уши и там говорили вот это такой вот это секунд ну я слышала слушала потом как я уже устава то все слушать и это не заканчивается не значит цветного заведующего что-то поменяется пока приятного мало отжимать на стиралка подушевать посмотрю и надо будет готовить обед кстати сейчас привезут юлия тыкву бабушка придет и она планирует сварить не проконсультировать я вчера купила вот что я купила купила куриную грудку и рис хочу сделать плов морковку пирас покупал такой этот рис надеюсь что хороший такой будет рассыпчатый и взял отворы как мне все пишут есть белок не есть углеводы будет делать сырники не могла может вечером и тесно сгущенку такую аппетитную нашу белорусскую сгущенку сервачева самое вкусное вот такой мы вчерашний улов любимая бабушка юля передала ей закатки их надо есть мы думаем когда мы будем употреблять потому что уже некогда то есть там перцы есть кстати моя кладовка вот так выглядит с юляными коробками с гардеробом вот это прошлогодние банки здесь помидоры варенье а это сейчас она переда крупным планом снимать это тут какая-то томатная паста консервированная свекла короче видите все очень вкусно и прям такую огромную тыкву смотрите ну она не огромная как бы такая хорошенькая маленькая в принципе как бы вот вот так порезать вот так наверное на три части то можно суп сварить юля хочет вот кстати сливки вчера напаковала для тыквенного супа я думала я кофе мне еще показалось странно короче юля хочет нам приготовить тыквенный суп но я буду начинать готовить плов тут еще яблочки и детские и мы нашли в закромах кладовки томатный сок не закромах это она сейчас передала сейчас такой томатный сок откроем и попробуем я говорю а чё такие это желтые томатный сок я говорю наверное желтых помидоров а юля говорит с оранжевых да будем сейчас короче бухать томатным соком в бокалах час дня юля только позавтракала мне уже пора готовить обед первым делом первым делом надо перемешать перемешать томатный сок так юля перелила стакан чтобы аккуратно вот налить с носиком прям как бармен бармен будем пить томатный сок перед обедом так сказать провоцировать нагонять аппетит какая у нас вкусняшка спасибо бабушка люба за томатный сок я сказала что у нас будут все видео так что будем сейчас снимать пробу я сказала надо сделать чин-чинь 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 для вашего здоровья осеннее настроение вот так будет осеннее настроение я кстати уже неделю не пью те выходные ничего не пила сегодня тоже ничего не купила вкусный сок перцем как-то чуть аромат идет нет может еще перец есть интересно главное что натурально какой-то там консервант размешанный а еще была банка красного еще есть красный вот томатный сок это тема томатную пасту мы редко используем а сок попьем с удовольствием еще раз спасибо бабушки любят ну что вот такая красота вкусно-то у меня получилось добавили карри куркуму все желтенько красиво или нам готовят какой-то обалденно вкусный салат заправкой из греческого йогурта скоро будем садиться обедать не ему вам процесс так красиво зелененько все этот вот была пекинка пекинка гулять помидор так пахнет этим свежим огурцом будет просто здесь чеснок у нас уже выдавлен укроп сделала уже такую эту как называть соус греческий йогурт что здесь добавить и укроп цедра лимонное оливковое масло я просто решила это сейчас поснимать сейчас она это все перемешает и будет непонятно что там есть но будет очень вкусно вот прям семейная кухня я вот приготовила плов сковородку беру нас себе этот вот салат мы очень хотели еще дарить картошку я из гаврира раз но будет разных бутылок жарим на картошку следующий раз пожарим еще у нас на вечер будет тыквенный тыквенный суп азируется на другую сторону перемешивать наш салат вкуснейший заправка это же витаминный просто взрыв будет только без полезных веществ ладно витаминный коктейль не подобрала слава будем садиться обедать все накрыли на стол мой обалденно вкусный плов с обалденно вкусным салатом всем наиприятнейшего аппетита будем обедать и оздоравливать организм здесь курица садическая здесь витамины все как вы хотели все как вы хотели здоровое питание вот такое наше синее настроение юля на следующие выходные спитет на шарлотку дождь идет дождь идет все пойду сказать себе какой-нибудь интересный сериал и ложиться на свой любимый матрасик позвала юлю к себе на матрас и пошли ко мне на диван пошли ко мне на диван начался что это вообще как бы юлина матраса мечтаем о диване вот так под теплыми одеялами будем сидеть сейчас теплый пижаме под теплым одеялом портим хрец реально будет какого чая попить одна радость когда включают горячую воду летом и когда включают отопление осенью потому что по-другому очень холодно юля в своих овечьих этих угах с этого она привезла когда летом тепло тебе доченька я пока в тонких микс есть теплые носки я пока в тонких еще нормально мне но у меня тоже есть теплые носки не без этого я тут протирала пыль у ноутбука что такое что такое это мне что показалось или не показалось посмотрите цветок да не один снизу весь и второй как говорится мужик на подходе мне сказали если цветок начнет свистеть значит скоро появится мужик так что жду с нетерпением красивый такой цветочек у меня будет вообще у нас юля такой сегодня тихий день день тюлень мы покушали что не переели нормально так уже полчетвертого сажусь за монтаж чтоб вечером посмотрите какой фильмец дождь не перестает дома холодно отопление не включает посреди погоду через сколько через парни будет тепло юля да на пару дней градусов 16-20 будет короче на этой неделе отопление не включу точно может быть на следующий и хотела два слова сказать про няню помните я вам говорила что мне предложили я не на пару часов в день восемь месяцев даже еще не спросила мальчик девочка но самое прикольное в этой истории что что я вот когда ходила в парк вам снимать помните я шла по этой улице и говорила я хотела бы здесь жить в этом районе и что вы думаете няне нужно именно в этот район в этот район то есть я буду с коляской представляю ходить и гулять я еще говорила уже по парку гулять представляете как эти мысли у меня быстрый чик мы сматериализировались да вот слово такое юля говорит да чем старше тем вселенная быстрее исполняет твои желания только те которые я действительно хочу почему-то не исполняется но вот такие вот мимолетные я что-то так подумаю сразу исполняется представляете я буду если меня возьмут конечно ну няня на постоянную снову буду ходить с ребеночком гулять по парку да такой вот кайф договорились какой-то у меня на четверг на 9 утра кстати мне писали что я не буду высыпаться ну 9 утра как бы это не пол восьмого да то есть и мне надо краситься я такой встану сгребу себя и пойду и тем более то в центре города это вообще мне тут ехать 5 минут ехать вот с 9 то это пробно с 9 до 12 то есть 3 часа там и на целый день мне многие предлагали няне на 8 часов на рабочий день тут тяжело а так если там четыре пять шесть часов в день для меня это наоборот радость такая будет у меня развлекуха чтобы не сидеть дома от безделья от безделья не скучать да все вот такой мой сегодняшний день что мы сегодня будем вечером есть допить может какой кофе еще попью потом посмотрю а пока бы сейчас с вами всем огромное спасибо за ваши советы чтобы я без вас делала и которые там хейтерские не хейтерские все но продолжайте меня смотреть значит у вас есть какой-то интерес к моему канал как если написали мне интересно чем все это закончится мне самой интересно чем все это закончится даже начнем с того что это дай бог не закончится то есть жизнь поиска продолжается просто она будто разная и ваша жизнь она не заканчивается на тоже разная сегодня здесь завтра там вообще я хочу начать путешествовать наконец-то своей жизни вот материальное благо это тоже хорошо надо будет как-то сделать потом ремонт со временем да ну на первом месте у меня путешествие все же воспоминания грею душу долгими зимними вечерами сейчас поеду мандрит и подзаряжусь так сказать впечатлениями мадрида да пока серые уныло буду смотреть какую-то фильм всех люблю всех целую ставим лайк подписка комментарии супер спасибо можете даже напрямую мне на карту прислать деньги я их сразу туда получу через супер спасибо это будет в следующем месяце да так что так что порадуйте львем блогера очень вас об этом прошу все всем хороших выходных все пока пока до завтра до понедельника